«Сю», — говорит Андрей Орловский. Отмечу, что на днях боец ушел с интервью в прямом эфире, случилось это на канале Матч ТВ. Орловский был недоволен поведением ведущих, которые показывали поражение Андрея в UFC, задавали ему провокационные вопросы. Никита Крылов возвращается в UFC спустя почти два года с момента своего крайнего выступления. Давайте послушаем его слова после сегодняшней открытой тренировки перед боем. Цитата. «Я очень счастлив быть здесь сегодня. Я уходил, чтобы вернуться, и я очень рад, что UFC наконец-то добрались до Москвы. От субботнего поединка я ожидаю бескомпромиссного противостояния, а также хочу, чтобы он стал лучшим боем вечера. За это время я сильно изменился. Я вырос как боец не только в физическом плане, но и духовно. Сейчас я являюсь совершенно другим бойцом», — заявил Крылов. В то же время его соперник, поляк Ян Блохович, обещает нокаутировать Крылова. Четвертый номер рейтинга полутяжеловеса в UFC заявляет, что его бой не продлится все три раунда. Слова Блоховича. «Я очень сильно готовился к этому историческому событию, первому турниру UFC в Москве. Это большая честь для меня, и я готов одержать победу. Крылов очень хороший боец, но я собираюсь нокаутировать его», — заявил Блохович. Хорошо, что оба настроены на интересный бой. Должен получиться яркий поединок. Напомню, что бой Никиты Крылова и Яна Блоховича станет соглавным событием турнира в Москве. На этом турнире выступят сразу девять российских бойцов. Будем болеть за наших. Вудли поднялся на четвертое место в рейтинге Pound for Pound от SPN. Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую позицию. На днях Вудли дал свой прогноз на бой Конора и Хабиба. Давайте послушаем его слова. Он говорит, «Эти парни — криптониты друг для друга. Сможет ли Хабиб перевести Конора в партер? Чед Мендес без полной подготовки к бою сумел. Но у Конора тайминг можно назвать одним из лучших в мире ММА. Очень вероятно, что Хабиб сумеет перевести Макгрегора в партер. Но Хабибу нужно быть осторожнее и не лететь на Конора с поднятым вверх подбородком, как это он иногда делает в своих боях. «Попасть под левую Конора — это, по сути, проиграть бой», — сказал Вудли. Напомню, что сам Вудли на прошедших выходных победил британца Дарренна Тила и тем самым отстоял свой титул. И дальше Вудли выбирает своего фаворита в бою Конор Хабиб, цитата. «Если подбрасывать монетку, то я поставлю на Хабиба, потому что он может справиться с эмоциями». Многие соперники Конора теряли самообладание из-за провокаций Конора и не могли справиться с эмоциями. Думаю, что Хабиб достаточно устойчив в психологическое, чтобы не позволить подобному произойти с ним. И поэтому будет следовать плану на бой, рассказал Вудли в эфире канала ESPN. Пока это всё, с вами был канал Антона в ММА и самые лучшие новости для вас. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы смотреть меня первым. Встретимся через несколько часов. Пока!